всем добрый день я с удовольствием приветствую алексея сватеева математика алексей скажи пожалуйста ученая степень у тебя есть доктор физмат наук вот доктор физмат наук 2013 год всем привет маткульт привет мы сделаем две вещи во первых презентуем книгу которая вышла немедленно для таких вот как я для гуманитария отлично я буду прям признателен вот во вторых мы сегодня поговорим сейчас сначала о проблемах образования в том числе математического да и алексей обещал что он это сделает крайне интересно в том плане что это все будет перемежено с примерами из теории игр спасибо вот а дальше мы поговорим уже в закрытой части как это обычно бывает о таких вопросах которые youtube не любит типа там пандемия и прочие прочие вещи даже слова нельзя произносить да 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 это взгляд математика нефи не фергюсона не того математика который все это запускал в британии ну что начнем с образование да значит друзья мои дело в том что мне остался некоторый осадок который по сей день есть когда я открываю свое видео здесь на день тв под названием не надо мешать им тонуть там были высказаны некоторые позиции из серии социал дарвинизма с которыми естественно была и борьба в комментариях и все такое и надо сказать что с тех пор я несколько поменял свое воззрение свои воззрения на эту тему то есть это конечно такая удобная позиция что ну все это слилось и сольется все равно до конца но эта позиция человека который делает свое маленькое дело делает его хорошо и все равно в больших процессах не участвует а и тогда удобнее думать что ты не ну как бы никто на них не влияет они идут как-то ну и бог с ним это в этих условиях тонущего корабля у меня есть канал у меня есть 100 уроков математики я учу людей так как я могу я учу в принципе ну там для многих интересно допустим да и какая то есть у меня аудитория 100 тысяч человек допустим по всему русскому миру но сейчас ситуация немножко меняется я как-то по неволе и постепенно втекаю в политику ну грубо говоря я принимаю решение иногда то есть я могу влиять на принятие решения могу писать письма я могу там их их докладывать куда надо там моё письмо про в осеннюю ситуацию как я понял все-таки было доставлено по прямому адресу и я лишусь а ну как-то некоторой надежды что оно повлияло в том числе оно наверное таких писем было сотня но оно повлияло на то что все-таки собянина дали по ушам он прекратил карантинить и кошмарить просто так по беспределу я думаю алексей не только ты приложился к тому что безусловно да 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 мы все приложились да но но мое письмо было доставлено я знаю человека который взял его и сказал что он доставит вот и соответственно теперь мы возьмемся за образование я понял что я могу в принципе что-то менять но то есть в принципе я человек достаточно ну в некоторых кругах влиятельный я могу там что-то сказать и это будет принято во внимание вот прям в этом кругу влиятельно в этом кругу в каких то еще да то есть во многих ну в принципе я на многих каналах выступаю короче говоря я не понимаю почему мы должны признавать полный провал массового образования в 21 веке все я теперь это не понимаю то что я говорил до этого следует ну как бы следует ну учитывать как препятствие но не как невозможность все вот у меня 7 шагов написано да вот именно значит соответственно у меня появилась на самом деле политическая программа если я когда-нибудь буду например организовывать партию я назову ее партия за образование вот у захара прилепина партия за правду была некоторое время но теперь она часть справедливой россии за правду да вот но вот если я загляну в программу по образованию справедливой россии я увижу тот же набор слов который ну в общем то написан и в других источниках в единой россии где еще где угодно еще кроме некоторых секретных документов которые как всегда по секрету всему свету да то есть который прекрасно находится в интернете то есть некоторое количество документов вот есть программы преамбулы такие всех партий они все об одном вернуть народу качественное образование а есть документы которые также прекрасно можно открыть в интернете но их нигде никто не будет ну как бы рекламировать да а ну например там программа кузьминова да про образование как оно должно быть устроено какие стоят проблемы и там верные утверждения там про хроническую нехватку денег и так далее перемешанные с утверждениями не просто неверными а сверх вредными например утверждение примерно такого рода но вот у них на круглых столах постоянно она звучит кузьминов осмолов там целый ряд экспертов значит звучит али это самый как его волков из сколкова что ли ну в общем там есть ряд фамилий да и общая идея такая а ну и конечно наш герман оскарович само собой тоже с ними тоже большой ученый да все они очень большие ученые в области педагогики так вот значит никто из них конечно уроков не вел я думаю что очень давно может быть никогда я не буду утверждать положительно что никогда но очень давно точно но я думаю грех точно не вел ну вот надо смотреть их прошлое то есть самое далекое прошлое конечно под вопросом может быть кто-то из них и был учителем но то что давным-давно уж точно никто не в сельской школе не было ничего наверное грех был на своих уроках хоро школе на каких-то да он туда приходит я рассказываю как я от инсайдеров это знаю ну вот то есть как бы на самом деле И речь идёт о решениях для образования России, а не Москвы. Я прошу прощения здесь за некое противопоставление. Потому что факты состоят в следующем. Факты сегодняшнего дня. Я потом вернусь к документам. Нам надо так и 25 минут уложиться. Постараюсь. Постараюсь. Значит, первое – это факты. Есть такие факты. Мужики рассказали. Факты – это сам видел. Мужики рассказали то, что там какие-то доложили что-то о чём-то. Где-то письма мне там. И третье – это то, что я думаю, прикидываю и соображаю. Факты. Москва. Средняя зарплата учителя – 117 тысяч рублей. В большинстве школ, ну, по крайней мере, в некотором количестве школ, уже из бюрократии не так всё страшно, как было. Москва вообще должна быть полностью вынесена за скобки. В Москве проблема только в том, что... Ну, такая проблема, что... Ну, дети, в общем, детей сложно заставить учиться. Даже если ты очень хороший учитель с хорошей зарплатой и профессиональной. И даже если ты, в общем, тебе как бы... Тебя не очень кошмарят. Даже если это так. Хотя это в Москве тоже далеко не везде. То у тебя ещё сидит класс, в котором сидят там разгильдяи, смотрящие смартфоны, ведущие себя плохо, откровенно на тебя плюющие, кладущие с прибором. Ну, то есть, в общем, даже в Москве в большинстве школ так, и есть только отдельные школы, где это совершенно не так. Я могу из своей этой. Я вообще там как бы не лезу в школу ни в какую, а просто... Ну, я езжу в общественном транспорте. Ну да. Вот. Я сижу в маршрутке, и сзади меня там два человека обсуждают, два кавказца парня. Оказывается, они школьники. Они же все очень старше выглядят. Они обсуждают, что училка им курить запрещает, а она запах не любит. Но против насвая она ничего не имеет. Против кого? Насвая. Ты не знаешь, что это такое. И не надо. Ну, вообще, кавказцы, которые курят, это как неправильно. Вот они и не курят. А этот самый... Ну, вот в Чечне там курение-то совершенно... Я не знаю, что у них национальность. То есть, они уже... Все, кто живут здесь, у них московская национальность у всех становится. Уже национальность Москва. Но сам факт того, что учиться, они вообще даже и... Они нет, обсуждают. Не учебу. Ну да. То есть, значит, надо понимать, что, конечно, есть проблема, которая всегда будет. Она связана с тем, что далеко не все школьники просто готовы учиться вообще. Они... Вот об этом речь. Да. Но это отдельная история, как с этим справляться в условиях демократии и свободы. И это я сейчас не буду обсуждать. Это отдельная история. Она сложная. Ну, оставим ее. Я просто хочу сказать, что в сельской местности зарплата учителя – это 15 или 20 тысяч рублей. Бывает и меньше. Бывает 12. Бывают такие регионы, где 12, например. В регионах и на работе. Не в школе бывают такие зарплаты. Да. Бывает и на работе. Да. Но вот как бы идея такая, что даже в странах глубокого третьего мира, типа Ирана и Мексики, зарплата учителя значительно во много раз превосходит зарплату среднего вокруг. То есть, это ситуация, которая совершенно нам никто, что называется, нас не обязывает именно так поступать. То есть, это почему-то такое принятое решение властями, что вот такие условия будут учителей. Кроме того, они просто как правило завалены миллионом каких-то отчетов, бумажек, заполнением планов на обучение, сертификатами какого-то повышения квалификации. Ещё какое повышение квалификации, когда у нас треть позиции учителя уже, наверное, сейчас отсутствует. Четверть была, как я понимаю. То есть, в типичной школе на селе может не хватать четырёх учителей, пяти предметных, может половины не хватать. Одно из писем. Я могу сказать ещё одну область, которая у нас вот так же убита огромной отчётностью. Это здравоохранение. Вот, да. То есть, у нас есть как бы два болевых пункта. Это болевой пункт, который называется образование, и болевой пункт здравоохранения. Я думаю, что здравоохранение из-за прошедшей пандемии получит серьёзное рассмотрение. Проблемы в ней будут рассмотрены самыми максимальными. Но мы по твоим пунктам. А мы будем по образованию, да. Вот. Соответственно, значит, ситуация такая. Мне пишет человек письмо, парень из села. Привет, Алексей, дорогой, очень приятно послушать. Я подтверждаю, что ты говоришь или что вы говорите. Конечно, там у меня классный руководитель ведёт физику, химию, физкультуру, английский язык, французский язык, информатику и природу ведения. Ну, я так условно из головы беру список. Там шесть или семь предметов. Потому что просто этих предметов в школе иначе бы не велось. Другое письмо из Крыма. Всегда люблю его приводить. Письмо такое. Алексей, спасибо огромное за ваше откровенное интервью. Действительно, всё так и есть. В нашей школе нет половины предметных позиций. Просто половины учителей по предметным позициям. Но! Теперь, внимание, в каждом классе стоит экранчик, который полностью готов к использованию, включению дистанционного образования. Экранчики стоят в сумме очень-очень-очень круглую сумму. То есть, в программах по цифровизации участвуют цифры, начиная с триллионов рублей в год и выше. И при этом денег на учителя нет. Возникает вопрос, что вообще происходит? Вот эти экраны стоят, их никто не использует. Их там единицы даже умеют в принципе с ними работать. Ничего не добавляет, никакого введения уроков. Это всё чушь, это фальшь. Это просто прямая, это просто разворовывание народных денег. Всё, по-другому назвать это нельзя. Вот красивые идеи цивилизации. Да, вот красивые идеи. Вот теперь мы возвращаемся к документам Кузьминовой компании и читаем. Везде, на круглых столах слушаем, что... Ну, все мы, естественно, понимаем, что никакого возвращения к старому формату, говорят они, ну, не может быть. Это в прошлый день, никакого образования в старом смысле уже не будет. Вот с этой фразы дальше начинается. Поэтому мы введём гораздо более дешёвое и эффективное цифровое образование, мы внедрим повсеместно новые технологии, да? То есть ты читаешь такой вот текст, в котором первое, что написано, что эту область мы убили, убьём и будем убивать, но дальше мы сейчас объясним вам, как сделать вид, что там всё хорошо. Так вот, первый пункт моей программы образования состоит в том, чтобы отстранить все эти группы экспертов, Институт образования Высшей школы экономики, конкретных лиц с волчьими билетами от каких-либо обсуждений будущего российского образования. Это первое. Вот без этого начать поезд ехать не может. То есть, грубо говоря, когда в каждом колесе стоит палка, движение невозможно. Вынимаем. Дальше может оказаться, что какие-то ещё есть причины, почему поезд не очень едет. Но если вы не вынете палки, они точно... Ну, поезд точно не поедет, да? То есть это совершенно очевидно. Если у нас позиция в том, что учителя надо зачморить, выгнать из школы и заменить его экраном, а это ровно наша сегодняшняя позиция. Это позиция наших начальников. Вот пока она такая, никакое движение невозможно. И чем больше раз я скажу это вслух, тем жарче будет поджариваться задница у этих людей. Потому что я теперь уже, в принципе, какое-то влияние имею. Понятно, да? То есть, как бы я говорю, переодевайтесь. Я просто угрожаю этим господам. Переодевайтесь. Переобувайтесь как можно скорее. Иначе мы можем заказать исследование ваших действий в предыдущие 30 лет. Да, его можно заказать. Его даже на самом деле нужно заказать. Потому что, чтобы второй раз не совершать похожих ошибок, как бы ошибка совершенно ясна. Изучить методику действий. А, все понятно. Все то же самое было с Гайдаром. Я знаю. То есть, произошло что? Зачем тебе брать... Удивишься, во всем мире все делается по одной схеме. Да, зачем брать людей, которые считают на самом деле иначе, и ты их подкупаешь? Нужно брать людей, которые считают так. За априори, да. Их не надо подкупать, они уже ангажированы. Они твои, они твои. Просто надо им платить нормальную грантовую зарплату. Чтобы они отрабатывали лично свои убеждения, если они... Личные. Они не будут ничего... Они не будут вам... Все, они ваши. Пункты, пункты, пункты. Вот. Значит, соответственно, первый пункт понятен? Да. Возражений не имеет. Я думаю, никаких. Значит, соответственно... Ну, мы там пытались сначала написать расстрелять, но ладно. Не-не-не-не-не-не-не. Я же добрый. Не-не-не-не-не-не-не. Пожалуйста, можно и на дискуссию позвать. Пусть они поездят по России, я им расскажу, что Россия из себя представляет. Пожалуйста, я к ним приду на... Позовут на эти самые, на дебаты, на здоровье. Там, Алексей, такая история, что как бы мы исходим априори из того, что они ангажированы и не понимают, что творят. Просто им нравится... Ну, их идея такая, и их ради этой идеи, в общем-то, взяли, да? Ну, как бы они привлечены, да. А на самом деле это может быть прикрытием, и в реальности они понимают, что творят. Такое тоже... Ну, вот это я не знаю, да. И мы никогда не разберёмся, потому что эта схема очень удобна тем, что ты всё время прикрываешься, как это говорят, глупость или измена, а вот поди угадай. А поди угадай. Я, когда нужно, прикидываюсь дураком, и это глупость. И всё. Ну, в общем, так или иначе, можно парировать их аргументы. То есть, вот это вот... Ну, как бы, на самом деле, наработанная педагогическая наука, которая говорит, что это всё не работает, это всё хинея, вот это всё... Индивидуальный подход к каждому ребёнку, как говорил Осмолов Медведеву. Индивидуальный подход к каждому ребёнку. Ты вообще о чём говоришь? Ты пойди в село, там учителей не хватает, а ты про индивидуальный подход. Ну, это вообще, это же просто смех и грех. Я не знаю, о чём речь. Тут, видимо, оправдание только в том, что сам Медведев никогда в сельской школе не был. Или его привезли там на... Он, может быть, и в селе-то не был. Ну, в общем, вот здесь проблема, да, проблема в этом. Второе, ну, как бы проблема, одна из проблем в этом. Вторая проблема состоит в том, что всё закошмарено бумагами, то есть Рособорнадзор, ну, грубо говоря, надо просто распустить. Надо его, скорее всего, даже пересобирать заново не придётся. То есть, задача такая, просто полностью прекратить его деятельность в любой форме, выдать им гранты, не знаю, на, как я говорю, на инвалидность головного мозга, да, гранты. Что угодно, но прекратить их деятельность. То есть, никто не имеет права ничего требовать с учителей, со школ, всё, два года мораторий. Точка. Значит, дальше мы посмотрим. То есть, за два года будет ясно, какая отчётность на самом деле требуется, а какая нет. Какая-то требуется всё-таки. Ну, там будет понятно, это будет понятно, это можно будет обсудить. Но создать максимально широкую коалицию нормальных учителей, которые работают в школах. Ну, которые учат, а не занимаются заполнением бумаг. Учитель должен учить. Это второй вопрос. Тут Андрей Рейхурсов как-то много раз рассказывал про это, что он никогда не будет связываться с грантами, потому что работа по заполнению грантов, то вы должны брать отдельного человека, который будет заниматься только этим. Только сидеть. Все так делают. Мы связываемся, но мы, как правило… Все так делают. Там огромное бумаготворчество. Да. Это совершенное безумие. Абсолютное. То есть, Рособорнадзор, ну, это такой, ну, как бывает, вот нарыв на теле, вот он нарывает и нарывает. Ну, нужно взять нож и отрезать его нахрен. Вот и всё. Пункт 3. Зарплатная сетка. Предлагается кардинальное повышение зарплат учителям. Значит, я исхожу из цифр 60 на селе, 80, средний город, 100 миллионник, потому что в Москве средняя зарплата 117, то бишь, считай, 120. Ну, и будет довольно естественно. 68, 100, 120. Значит, эти цифры вполне соответствуют, ну, грубо говоря, ну, в Москве, да, в Москве, пожалуй, средняя даже ещё выше, может быть, да, чем 120. Я имею в виду, средняя не учительская, а по всем зарплатам. Но я не уверен, кстати, в этом. Я не знаю. Возможно, это примерно то. На селе это должно быть сильно выше, чем средняя. Учитель на селе должен быть сверхуважаемым гражданином. Это важно. Иначе мы не получим вообще сельских учителей. А сельский учитель – это как бы некая цементирующая величина. Это очень-очень актуально. В Корее такая, в Южной Корее, она вот такая вещь. Там учитель – это статус. Да, да. Это не должность, это статус. Да, и понимаешь, к такому учителю ты уже не подъедешь как директора с позиции вот этого. Он авторитет, он имеет право учить детей, он имеет право говорить им, что хорошо, что плохо, потому что у него статус. Совершенно верно. Совершенно верно. И тогда учителя возьмут нормальные, хорошие, настоящие учителя, а здесь можно устроить после этого, за много лет, мы можем привести ситуацию, что это незагнанные люди, которые только и смотрят, что им директор… Которые там от армии косят. Ну, вот, а будет действительно учительский корпус, причем, я прошу прощения, мужчин. Тут очень важно, что… Я говорю, не тех, которые там от армии косят. Сплошные женщины. Еще наши родители помнили учителей, которые с орденами ходили. Да. Эти люди имели право учить. Вот именно. То есть, не то, чтобы прям выгнать женщин из школы, понятно, нет. Но сейчас эта ситуация, ну, там, она совершенно безумная. Все учителя, училки, да, все-все-все, все они тетеньки. Но некоторые из них прекрасные учителя. Я там… Сколько я объездил за последние н лет, да, за последние пять лет я объездил, ну, прикидывал, где-то между 200 и 300 городов и около 500, видимо, разных школ приблизительно. Очень количество. Ну, что-то такое, ну, довольно солидное количество. Ну, возможно, там вот со школами некоторое привлечение, потому что в некоторых городах все-таки я в школах не был, я был только у взрослых. Ну, в любом случае, я знаю несколько сотен школ. Вот это факт. И я как бы смотрю на них, ну, я их сравниваю, я вижу их типичные болезни, я вижу отклонения какие-то в ту или иную сторону. То есть, вся картина у меня в целом в голове. И, конечно, есть исключения, конечно, есть снос. Меня зовут еще все-таки те школы, в которых хоть кто-то, например, смотрит мои лекции, да, иначе как они меня позовутят. Да-да-да, иначе как они узнают. Ну, как бы остальные школы еще больше мрак. Это совершенно ясно. Ну, то есть, там, где вообще никогда никто не интересовался своей предметной области, что там в интернете происходит, например, да, по ней. Это как бы еще хуже. Но даже вот там, где я был, там рассказывают же, да, в южных регионах везде. Ну, ситуация такая, что блокирован вообще всякий нормальный процесс. То есть, это вот удушенное отчетами и низкими зарплатами доведено до того, что фактически действительно ощущение, что людей выгоняют из школ и, видимо, планируют заменить экранами. Ну, что радостно и произошло год назад, когда всех перевели на экранное восприятие реальности. И стало сразу понятно, что это ни о чем. Международную тенденцию, то это не случайная вещь, потому что она типа как бы стихийно происходит во всем мире. Ну, это вообще отдельный разговор, откуда взялся коронавирус и что с ним происходит. Но еще минут 15, и мы перейдем к конспирологии, только закрытой части. Да-да-да. Ну, даже не только конспирологии, даже к чистой математике. Вот-вот. Давай по пунктам того, как нам исправиться. Ну, давай, поехали. Значит, с обратной сетки понятно. Дальше нужен конкурс, на самом деле, потому что на эти деньги пойдет много людей. Особенно с учетом второго пункта, когда Рособранадзора не будет. Сюда пойдет много людей. Откуда они возьмутся? Во-первых, они возьмутся из репетиторов. У нас сейчас что происходит, на самом деле? Еще один штришок факта. Хорошие, профессиональные, грамотные, знатоки предметной области поуходили из школ и ведут дополнительные занятия за деньги, чтобы люди сдали ЕГЭ, чтобы дети сдали ЕГЭ. То есть, они готовят на ЕГЭ, просто муштруют. Это как бы такая система перекладывания денежной ответственности на родителей просто. То есть, это фактически школа постепенно уходит, государство постепенно уходит из школы. Школа как институт уходит из образования. Да. То есть, она как стены остается. Как класс, в котором идут занятия на том или ином уровне, она есть. Но в пандемии этого не было. Но хотя бы хорошо. Вроде мы этот этап пережили как-то. Все вернулись. То есть, самое важное, что показала пандемия, что вот это вот экранное преподавание – это ноль. Это просто полная профанация. А я могу тебе сказать, что меня когда-то приглашали, я там не такой большой эксперт и так далее, но у меня однажды тоже про образование с попыткой подтолкнуть к тому, что оно прогрессивное и так далее, и так далее. Ты сказал, смотрите. Никакое. Сейчас, сейчас я скажу. Это известный факт, что проводилось исследование по этому поводу. Исследование проводили ведущие вузы мира, и они сделали… Ну, вот теперь вы можете получить образование онлайн, хоть в Оксфорде там. Я не помню сейчас. Я, правда, список не помню. Единственное, что я обманывать не хочу, я не помню список. И человек мог туда поступить, и у него появлялся там доступ к лекциям, там оплатить какую-то сумму. Но это как шло под доступностью. Там реально очень доступно. Но они не знали одной вещи, что те фиксировали, кто реально начинает отвечать на вопросы, они, по-моему, там отслеживали через экран как бы реальное участие, и выяснилось, что поступили-то много, занимаются 10%, а как бы реально учатся один. Почему? Потому что обучение – это труд. Мы даже с профессором Савельевым здесь говорили, мозг напрягать тяжело, человек не хочет это делать. Его нужно направлять как минимум, ну, там, заставлять шпицрустным бить, не знаю, надо или нет, может, и надо. Но заставлять надо – это тяжело. Ты должен говорить, завтра делаешь это, послезавтра вот это. Как вот есть там фитнес-тренеры, которые говорят, туда бежишь, сюда бежишь, и так же и здесь. Только по-другому это просто не работает, и всё. Да, совершенно верно. Потому что сам по себе человек, нужно иметь сверх-сверх мотивацию. Это такой волевой аспект гигантский. Ну, в общем, это всё, да, это всё чушь и блажь, и, соответственно, я как бы, вот это четвёртый пункт мы уже обсуждали, классическая школа, когда учитель учит, без всяких прибамбасов, без вот этого всего новая педагогика, там что-то такое. Учитель сидит и учит учеников, всё. Вот к этой системе надо возвращаться. Дорогие друзья, это, как всегда, был ознакомительный фрагмент того, что мы смотрим у себя в клубном телевидении, приобщиться к которому можно, перейдя по ссылке в описании. Приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова